Валентина Чобан 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 В этом населенном пункте Если есть власть Должен быть секретарь Есть секретарь Примара Есть секретарь совета В этом населенном пункте Есть советники И все эти люди Управляя этим населенным пунктом Вроде бы выполняют Просьбу населения То есть они оказывают Услуги населения Принятие решений Исполнение этих решений Плюс люди получают Необходимые для них Услуги Но если вы обратили внимание В последнее время Есть определенные изменения По предоставлению услуг Эти услуги Большая часть этих услуг Уже предоставляется Электронном варианте Плюс Есть Коммуникационные организации Которые Так называемое Одноахно Там получают Эти услуги И уменьшается Количество Предоставляемых услуг Местным органам власти Для населения Я сегодня как раз был На встрече С инициаторами Этого закона Комиссии парламента Представитель комиссии парламента Была бы Канцелярия Правительства Сегодня Представляла Свою идею И В процессе Я узнал Что в ближайшее время Будут приняты Еще несколько документов При которых Вам не надо будет Бегать за Кадастру Получать документ Определенного характера То есть о вашей Собственной И так далее Потом бегать Нотариусу Чтобы его На основании документа Оформить Например Продажу Или там Дарь И так далее То есть Вы придете Нотариусу Нотариусу Будет доступ Во всем документам Вам не надо Никуда ходить И платить То есть В какой-то степени Упрощаются Некоторые процедуры Почему человек Говорит о том Что ему нужна Власть на территории То есть В населенном пункте Пусть даже маленьком Для чего Чтобы он пошел И решил свои вопросы Да Но мы сейчас Столкнулись с проблемой Что у власти Частично Это все Уже ушло В Скажем так В управление Другими организациями И у власти Уменьшилось Количество Полномочий Для этого То есть Они Автоматически Решились Плюс Люди перестали Ходить Примари Понимая Что в Примари Уже нет Этих полномочий И необходимость Вхождения За какой-то справкой Тоже отпадает То есть Потихонечку Мы переходим На уровень Электронного общения Документа И И тогда Получается Что если У Примария маленькая Если у нее Нет никаких Функций Такого характера Предоставления услуг Остается Несколько функций Это там Дороги Там Канализация Вода Освещение Ну И управление Землями На которые Извините По новому закону Тоже Имеет определенные Ограничения Местные органы Власти Вот и получается Что вероятность Того Что они Необходимы В маленьких Населенных пунктах Отпадает Но это Не говорит О том Что маленькие Населенные Пункты Останутся Без Возможностей Скажем так Получать От государства Те услуги То есть Предлагается Добровольная Форма При которой Будут собирать Несколько Населенных Пунктов Маленьких На уровне Большого Населенного Пункта То есть Там есть Ограничение Пределок Полторы тысячи Например Населенный Пункт Полторы тысячи Населения Населенного Пункта Оно не может Стать административным Административным Ставит тот Который Будет иметь Пределок Приблизительно Пять тысяч Человек Есть Сейчас Два Предложения Три И пять То есть Рассматривается Вопрос Но не менее То есть Маленький Населенный Пункт Две тысячи Полторы Даже Две тысячи Населения А их В Молдаве Пятьсот То есть Вы понимали Из восемьсот Девяносто Примарий Пятьсот Населенных Пунктов Менее Двухтысяч Населения Ситуация Это говорит О чем Что люди Просто уехали В стране Нет тут Их миллионов Которые Мы мечтаем Ну да К сожалению У нас Все меньше И меньше И это Заставляет Аккумулировать Деньги На Больших Примариях Куда Должны Собираться Территориально Сегодня Кстати Я задавал вопрос И Честно говоря Не готовы были На этот вопрос Ответить Инициаторы Этого закона Но Я им сказал Возьмите на заметку У вас получается Что человек Который пользуется Своими услугами На Одной Примарии Да А числится В другой Примарии Давайте Определяться Если территориальный Человек Находится Рядом С этим Населенным Пунктом Или в этом Как у нас Светлом Да У нас есть Светлая коммуна Алексеев Которая входит И входит туда Новый кортин Не входит А расположен Там же Я извиняюсь Расположен Расположен Да И он пользуется Услугами Местных органов Власти Грузия тратит Свой бюджет На содержание Этих людей А их деньги По бюджету Уходят в кортин Который Тараклийском районе Неправильно Виталий Иванович Вот такие моменты Вырудили Спасибо Стихан Георгиевич Прочитав название Законопроект О добровольном Объединении Мэрии И ознакомившись Целиком С документом У вас какое мнение Сложилось Так ли все добровольно Ну смотрите Давайте Чтобы у наших Слушателей Сложилось Общее впечатление Я вернусь К вашему вопросу Но хотел бы сказать Что Республика Молдова В период Своей независимости Прошла несколько Волн Административно-территориальной Реформы Первая была Когда распался Советский Союз И мы Объявили Независимое государство В тот период Гагаузия И Республика Молдова Были на уровне Конфликтной ситуации Мы Себя декларировали Как независимая Гагаузская республика Республика Молдова Не признавала Этот статус Но де-факто Был принят Закон Который Повторил Административно-территориальное Деление Как это было Молдавской Советской Социалистической Республики Оно просуществовало До 1994 года И С 1994 года По 1998 Дальше То есть Был принят закон И до 1998 года Старая структура Деления на районы На населенные пункты Сохранялась В 1998 году Парламент Молдовы Принимает Новый закон Которым Значит Упраздняет Районное отделение Если помните Вводит элемент Муниципиев Такой статус Получил ряд Населенных пунктов Это вот Муниципи Кишинев Белл Стегина Тирасполь И Соответственно Районное отделение Упраздняется Все Республика И Делится на уезды И Атога-Гаузи После этого Когда К власти Приходит В 2001 году Партия коммунистов Они С 2002 года Отменяют Ранее Утвержденный закон И Возвращаются К прежней системе То есть К районному делению И Значит Примарием Которые имеют Муниципальный уровень Есть города И есть коммуны Села и коммуны Коммуны Которые объединяют Несколько населенных пунктов И мы По сути дела Если посмотрим Закон О Тога-Гаузи Об злосовом правовом статусе И уложение То Вопросы административно-театриального отделения Находятся в компетенции Органа власти О Тога-Гаузи То есть Народного собрания И исполнительного комитета А этот закон Учитывает Соответственно Возвращаясь К вашему вопросу О добровольном объединении Этот закон Прошел уже первое чтение И теперь Вот сегодня Значит 21 числа 21 июня Проводятся Публичные дискуссии О представлении этой концепции Я думаю Что это чуть запоздало Нужно было Об этом говорить До того как У нас всегда почему-то В кабинетах власти В Кишиневе сидят Якобы умные люди Которые вырабатывают Эти концепции И потом Уже приняв Сделав первый шаг Понимают Что давай-ка мы пойдем И начнем разъяснять Вместо того Чтобы собрать Идеи и мысли Которые вот В низах Объединить это все Конструктивно И Выработать это В форме закона Так вот Если говорить О добровольном объединении Да Концепция добровольного Объединения Как бы звучит Но Если Прочитать Весь закон То мы увидим Не совсем добровольное А добровольно Рекомендательное То есть Подразумевается Что в этом случае Те населенные пункты Которые Не захотят Они уже будут В ущемленной ситуации В итоге И с финансированием Тоже Это будет связано Естественно С источниками финансирования Потому что Мы же понимаем Что населенные пункты В большинстве своем То о чем говорил Степан Георгиевич Они не могут Сами себя обеспечить И получают Соответственно Трансферты С более Выше стоящих Органов власти Соответственно Мы понимаем Опять же Что дальше Так продолжаться Не может И концепция Административно-театриальной Реформы Она уже На устах Энное количество лет Но Последние По крайней мере Лет 8 Не хватало Политической воли И силы У властей Молдовы Решиться на этот шаг Но самое печальное Что То что До первого чтения Пока это не появилось В публичном пространстве И сейчас В Гагаузии Вы не услышите В органах власти Дискуссий Дебатов Консультаций О будущем Административно-театриальном Делении ОТО Гагаузии И это очень печально Потому что Мы всегда При проведении Очередных реформ В Республике Молдова Начинаем Кидать Камни В сторону Центра И говорить Вот они ущемляют Наши полномочия Вот они делают Такие решения И так далее И так далее Но Что мы отличаемся У нас населенные пункты Более крупные Но есть и мелкие Населенные пункты Одновременно Проводя эту реформу И мы вот Сегодня хотим Тоже представить Эту концепцию Которую мы Разработали С Степаном Георгиевичем Перрон Концепция Концепция проведения Административно-территориальной реформы В АТО Гагаузии Которая подразумевает Во-первых Укрупнение Населенных пунктов Во-вторых Уход От районного деления Потому что Долай На Гагаузском Это все-таки Округ А не район Если переводить Поэтому У нас получается Мы предлагаем Концепцию Деления Гагаузии На двухуровневую систему АТО Гагаузия И пять муниципалитетов И мы можем Подробнее Обязательно поговорим Но тут мне Интересно узнать На ваш взгляд Почему все-таки Региональные власти Проигнорировали Этот момент Потому что Мы находимся На таком В таком Переходном моменте Когда один Исполком уходит Другой Вот-вот Придет На ваш взгляд Почему Степан Георгиевич Первое Гагаузия Имеет особый статус Гагаузия Имеет право Проводить Сама административно-интернаториальную реформу И Все считают Что если реформа Начнется в Молдове Она никак не коснется Гагаузии Все так считают Гагаузии Начиная с первых лиц Я хочу другое сказать Реформы Не могут Не коснуться нас Почему Потому что Каждая реформа Имеет свое финансирование Каждая финансирование Имеет свои обязательства Если мы Уйдем От Мы не пойдем На реформы И скажем Пожалуйста Молдовик Пусть проводит реформы Пусть объединяются Пусть тратят деньги Все остальное Они тратят не Свои деньги Они тратят наши деньги И когда нам Закончится провести реформу Денег не будет Потому что реформа Будет действовать Двадцать третьего По двадцать шестой год То есть Ограниченного времени После двадцать шестого года До свидания Объединяйте Сколько хотите Это Треться основная часть Теперь скажу И другая часть Которая немаловажна И она Тормозит Первую часть В автономии Имея несколько уровней власти Мы имеем Не только Примар Мы не только совет Мы имеем Исполнительный раз Лицеуправленческим башканом И плюс Народное собрание То есть Мы уже их имеем Реально И районная администрация И что получается Значит Все эти годы Нам говорили Не надо трогать Закон о особом статусе Мы Районные структуры Как только уберем Молдова Нас будет принимать Как территорию Второго уровня То есть Районы И этот ИГАУЗИ Не должны быть На одном уровне Особый статус Позволяет нам Быть третьим уровнем Прошло 37 лет Ну не 30 29 Плюс Переговорный процесс Будем грубо говорить 30 лет прошло И что Мы доказали Что у нас изменилось Нас признали Как особый уровень Написано Особый статус Но особого уровня Нет Мы потеряли Судебную систему Из-за этого Потому что Не торопились Мы потеряли Налоговую систему Все то Что перечислил Виталий Иванович То есть Основные Аргументы Какие были Надо сохранить районы И тогда ГАУЗИ Будет Третьим уровнем Теперь смотрите В этой ситуации Если будут Муниципалитеты Создаваться На территории Молдовы Районы Уйдут на второй план Это Смысл этого закона Главный смысл Соответственно Второго уровня Власти не будет Будет Муниципалитет И парламент И центральный орган Парламент Правительство Правительство Да В нашей ситуации Мы находимся В хорошей ситуации Сейчас как раз Провести реформу То есть Мы предлагаем Муниципалитеты То есть То что сейчас Заложили на документ Мы это предлагали Восемь лет назад Нас никто не слышал А сейчас просто Знаете Созрело время Когда Уже тыкаем Этим документом Рассказываем об этом Чтобы Ребята обратить внимание Потому что мы запаздываем Мы могли это делать Много лет назад Так вот У нас будет Муниципалитета Первый уровень У нас будет Второй уровень Гагаузия И потом парламент Мы сохраним Свой уровень Все равно выше Мы сможем Его сохранить Если конечно Не пойдем Как говорят У нас Упремся Как быки И не будем делать Реформы Нам нужны Эти реформы Сегодня Людей столько Нет для того Чтобы содержать Такое количество Чиновников Мы сокращаем Школы Садики Вместо того Что сокращать Чиновников Есть звонок В студию Предлагаю Выслушать Нашего слушателя Алло Добрый день Здравствуйте Представьтесь Пожалуйста И ваш вопрос Алло Добрый день Господа Слушаем вас У меня такой вопрос К вам Кого вы ищете Пожалуйста Скажите мне Пожалуйста 30 лет Мы были Под каплуком Про чей-то Политиков Разве не Про левых партий Кто был Начинать Лучинского Заканчивая Задона Разве Они не утопили В Гагаузию Чего вы все время Обвиняете Кишинев 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 Ищите болото В вашу Гагаузию Будьте корректны Пожалуйста Будем вынуть Обнимать разговор Можно узнать С кем вы говорите Чтобы понимать Чем идет Спасибо Не представилась Наша сообщительница Просьба Если человек Не представляется Не надо отвечать На вопросы Надо знать С кем беседовать Может быть человек До конца не понимает В какую передачу попалась Надо спросить его Я смотрю Что слушатель Не совсем понял Контекст Нашей сегодняшней темы Обсуждения И того Что Мы беспартидные Виталий Виталий Надо по человеку сказать Значит Смотрите Когда я говорил О Кишиневе И о том Что мы кидаем туда Камни Наши Значит От ОГАУЗИ При обсуждении Любой проблемы Оно упирается Прежде всего В то Что мы В самой Гагаузии Не определяемся Своё видение Что делать И как делать В том или ином направлении Образование Здравоохранение Или же вот сейчас Административно-тернаториальное отделение Которое связано В том числе С системой управления Потому что Административно-тернаториальное отделение Оно напрямую связано С структурой управления Автономией И проводя Подобную реформу Любой житель Автономии Должен понять Что каждый Житель является Налогоплательщиком Он платит Ресурсы И на эти ресурсы Мы содержим Все структуры И прежде всего Структуры власти В этом случае Когда Мы хотим Чтобы Наши ресурсы Использовались Более эффективно Мы в том числе Имеем право Спрашивать У руководства Начиная с Башкана Исполнительного комитета Народного собрания А почему Мы не участвуем В общегосударственном процессе Почему Потому что Степан Георгий отметил Что Речь идет Прежде всего О населенных пунктах У которых Численность населения Менее чем полторы тысячи У нас таковых Пять Соответственно После проведения Подобных действий В центре Возникнет вопрос О нормах финансирования Структур власти В этих населенных пунктах И мы получится Поставим Этих жителей Этих населенных пунктов Под угрозу Того Что Они не смогут Полноценно Получать Услуги Которые Согласно Закону 436 О местном публичном управлении Они имеют право Получать Потому что Те структуры управления Которые будут существовать Они не будут Финансироваться А мы же Тоже должны Понимать Что мы Во бюджет автономии Получаем Трансферты Из государственного бюджета У нас Не финансируется Мы не формируем бюджет Гагаузии 100% Из собственных доходов Поэтому Хотим мы того Или не хотим Мы все равно Будем привязаны К той методологии Министерства финансов Которые Разработают И утвердят В контексте Реализации Добровольного Объединения На 7 лет Добровольные Концепцию Набрали 2018 Мы видим Что в том исследовании 2018 года Примария Чокмайдан Выделена Как отдельная Дизлежа Отдельная В примарии Чокмайдан Чтобы вы понимали Проживает По данным Значит На 21 год 3598 жителей То есть Тогда получается Что они говорят Что населенный пункт Должен быть более чем Полторы тысячи Но должны Объединяться До пяти тысяч Там Да Значит Населенных Не менее Не менее пяти тысяч То есть Получается Уже в том исследовании И разработчики закона Чуть-чуть Расходятся Расходятся Далее Надо учитывать Много моментов Экономический фактор Географическое расположение Мы все эти мысли Обобщили И В связи с этим У нас родилась Степан Георгиевич Уже давно Но вот мы Положили это на бумагу Для того чтобы запустить Процесс публичного обсуждения Реформа Административно-тернародная В Гагаузии В виде концепции 5 15 25 Очень Игра цифр Хорошая Запоминается Что значит 5 15 25 5 Это 5 муниципалитетов То есть мы предлагаем Все населенные пункты Оттого Гаузия Вместо 26 Примарий А у нас 26 Примарий Но не нужно забывать Что у нас 33 Населенных пункта То есть 26 примарий Но 33 населенных пункта У нас есть коммуна Кангощик Которая включает Верхний Нижний Кангощик И Дудулешты У нас есть Этулия И станция Этулия Еще одна коммуна У нас есть Светлый Алексеевка Еще одна коммуна То есть Вот Таким образом У нас есть И такая форма Но мы предлагаем В 5 муниципалитетов Где административные центры Я перечислю Это Камрат Вулканешты Кангас Чадрунга И Тамай То есть Это административные центры Вокруг которых Формируется Более-менее Пропорциональные И по численности И по территории Расположения Муниципалитетов В том числе Здесь мы взяли И историческое Взаимодействие И границы Между собой И так далее То есть Очень много Аспектов 15 Что это такое Это означает 15 советников То есть 5 муниципалитетов Утвержденное Количество 15 советников В каждом Из муниципалитетов И 25 25 это Количество Народного Собрания То есть Количество Депутатов Народного Собрания Которые Избираются От этих 5 муниципалитетов Таким образом Мы при проведении Этой реформы Одновременно Предлагаем И изменить Структуру Органов Власти В итоге Гаузия Перейти на Профессиональный Парламент Который обсуждается Уже Последние Лет 15 Наверное И Восон и не там Поэтому Как я уже говорил Это Реформа На наш взгляд Разработчиков Она Запускает Дискуссию Это не истинно Последние инстанции Мы будем рады Если появятся Другие концепции И другие видения Но Мы здесь Постарались Учесть Много Элементов Которые Оптимизируют И количество И расстояние Между населенными Пунктами Чтоб люди Не Вынуждены были Значит За маломальская Услуга Ездить куда-то Более того Мы предлагаем Чтобы в каждый Населенный пункт Входящий в муниципалитет Сохранился как минимум Один человек Который выполняет функцию Документа оборота То есть Выдачи документов Дальше он связан С центральным Административным центром Путем Сегодняшних Интернет-технологий Мы же понимаем Что большинство услуг Уже Степан Георгий об этом говорил Переходит в электронную форму Передоставление услуг Поэтому Зачастую Жителям Уже даже не нужно Ехать Заранее В агентство Публичных услуг Получить какую-то справку Можно ее заказать Получить даже домой Если уже до этого дошло Кстати Эти специалисты Которые останутся На территориях Они будут выполнять Ту функции Для людей пожилого возраста То есть То что у них Компьютера может не быть Условий Входить И этот момент вы учли Конечно И более того В законе Там четко сказано Что инициатива По добровольному объединению Принадлежит Вы спрашивали В самый первый вопрос Какие еще Подводные камни Значит Инициатива принадлежит Примару И местному совету Вопрос Либо 10% населения Чье согласие Необходимо По закону Вот Либо 10% населения Но процедура Но процедура Не прописана Мы тоже Считаем Что 10% Но это должно быть Четко прописано В законе Разработчики Закона Говорят Как спрашивать Как учитывать Мнение Эту норму Эту норму Они как бы Говорят Что вот сегодня Были дискуссии Что будет Через референдум Но для того Чтобы инициировать Местный референдум Об этом Ни слова В этом законе Они говорят Что это норма Мы будем руководствоваться Значит Кодексом о выборах Где есть отдельная глава Связанная с референдумом Но Извините Если мы подразумеваем Процедуру Добровольного объединения Населенных пунктов То и в этом законе Мы должны Продублировать И сказать Что это Оставляется Референдумом И механизм Референдума Может быть Конкретизирован Если там были Одни элементы Как это традиционное Проведение референдума Мы же понимаем Что это реформа Которая не будет Происходить постоянно То есть В этом случае Нужно Конкретизировать Может быть Что это 10% Может инициировать И поставить вопрос Перед советом И тогда Вот представьте себе Ситуацию Если примар против Если совет против Жители Собрались Выполнили требования Собрали подписи Выходят на местный совет А местный совет Должен утвердить Эту инициативу Перед тем Как передать в ЦИК Чтобы провести референдум А совет Не хочет Это проводить Как быть в этой ситуации Кто То есть В законе Ответов на эти вопросы Нет Далее Следующий момент А Если например Мы До передачи С вами говорили О том Что у нас Гагаузия Самая демократичная Не древняя Греция Гагаузия Самая демократичная В части управления Почему Потому что Когда мы проходили Очередную реформу А после периода Гагаузской республики Переход на АТО Гагаузия Мы как раз И провели это Посредством реформы Потому что 5 марта 95 года Прошел референдум Который определил Какие населенные пункты Войдут в АТО Гагаузия И мы до сих пор Спрашиваем Центральных властей Почему не был проведен Референдум Бессарабки Почему не был проведен Референдум Там еще в других Населенных пунктах А есть ряд Населенных пунктов А их семь Я перечислюсь Киселея Маре Бурлачены Южная Гречены Новый Кортен Чалык Карабибер Это те населенные пункты Которые по итогу Референдума Не вошли В АТО Гагаузия А если эти населенные пункты Которые граничат И где процент Гагауза Достаточно большой Вдруг они захотят Инициировать Включение их В муниципалитет На территории Гагаузии В закон Это не предусматривает Разработчики законов Говорят Не-не-не Этого быть не может Почему То есть Почему вы очень жестко Так регулируете Эти моменты Более того Ведь нужно понимать Что с 90 по 95 год Чалык Фактически Входил В АТО Гагаузия Потому что Депутат от Чалыка То есть Он не был избран Верховный совет Гагаузской республики Но де-факто Входил И более того Бурлачены Входили в АТО Гагаузия Потому что Депутат Был избран от Верховный совет Гагаузской республики От Бурлачен Но когда проходил референдум Там не хватило Всего лишь 16 голосов Чтобы этот населенный пункт Вошел в Гагаузию Мы понимаем Вот почему так произошло И почему Нужно было И на том этапе Проходили Политические игры И произошла Анклавность То есть Деление Гагаузии Как можно На большее количество Эти кусочков Потому что Если бы Бурлачены вошли Это уже близость И к Копчаку И к Граничащий свет Вулканешты И Соответственно Карбалия То есть Это был бы Совсем другая территория Совсем другой Этот Да Поэтому Вот такие вот вопросы Вот которые я сейчас Перечислил На них ответов Нет в этом законе И к сожалению После сегодняшних Публичных слушаний Я так понимаю Что разработчики До сегодняшнего дня Закон прошел Первое чтение Не имеют ответов На эти вопросы Не только нет И это как раз Следствие того Что этот закон Не прошел Как концепция закона До того Как он вышел В первое чтение Вы приняли участие В этих слушаниях Кроме того Что вы хотите Дополнить К сказанному Виталию Ивановичу Я бы хотела Чтобы вы озвучили Степан Георгиевич Мнение примаров Которые они высказывали На этой встрече Какие они были Насколько разные Положительные Отрицательные Примары Столкнулись Тоже с той же проблемой Которую я хотел Сейчас как раз Дополнить К выступлению Виталия Ивановича Значит Они спросили А что делать С приграничными Населенными пунктами Которые Граничат с Гаузией И только с Украиной И никак не с Молдовой Вот В законе написано Что населенные пункты Должны быть Без Прерывных Границах То есть Граница не может Прерываться То есть Населенный пункт Который Анклав Который Есть Он должен войти Беспрерывно То есть Если есть прерыв Куда деть их Сегодня шутили Даже говорят Ну если идет В сторону Украины То Украина Если в Гаузию Значит в Гаузию И такие шутки Тоже были Я скажу Что действительно Законодательно Ограничивать Населенные пункты Не конституционно Другими законами Ограничивать Передвижение Населенный пункт С одной административной Единицы Другую Никто не имеет права То есть Населенный пункт Если примет решение Присоединиться Ближайшему Ближайшему Административную Единицу Да Потому что Ей удобно Она обслуживается Не только территориально Она обслуживается Во всех Учреждениях Медицина Образование Все остальное То почему бы и нет Это первое Другое дело Что Когда я задал этот вопрос Я говорю Что делать будем С этим Населенным пунктом У нас получается И Чалых У нас получается И Новый Кортин Обслуживается Примарии Светлым Не Ну Чалых У них есть своя Примария Но школа Обслуживается у нас Понимаете Я спросил А денежка Как будем распределять То есть Мы будем Загрузский бюджет Содержать Административную Единицу Другого территориальной Единицы Это неправильно То есть Они да Говорят Надо подумать Как передвигать Деньги Подумают Извините Столько лет Никто ничего не передвигал У нас есть Опыт Сады Кабараганы У нас есть Башкалия Которые тоже Обслуживаются Камбрате Поверьте мне Не буду спекулировать Просто скажу Что иногда приходится Жители этих Населенных пунктов Оформлять Наших учреждениях Медицинских Да По другим Кодам Медицинского Страхования То есть Пишем Представителя Гаузии Чтобы обслужить Представителя Другого Другой административной Единицы Люди не виноваты Они хотят Обслуживаться Здесь Здесь Удобно Здесь Есть Такой же ситуация Жители Валиперджи Кортина Которые Обслуживаются В Чедерлунге Допустим Медицинских Учреждений То же самое И только И в школах И в лице Но страховая медицина Как-то урегулировала Этот вопрос Я скажу Если Если Власть Не хочет Дать возможность Гаузии Как бы Аккумулировать Эти населенные Пункты Для того Чтобы дать им Лучшую услугу Дайте тогда Финансы То есть Дайте нам Возможность Формировать Финансовую Составляющую По отношению К одному человеку Например Человек И его деньги Если человек Передвигается Услугой Передвигается Медицинское Учреждение Ствардис Например Чедоногу Он берет Свой открепительный Талон И загоняет Туда деньги И пожалуйста Нет проблем Обслуживаться Это нормально То есть Не хотите Административно Позволить Давайте Хотя бы Чтобы человек Мог передвигаться То есть Получить Если я Свою тёшу Извините По медицинскому Страхованию С Окницы Содержал Кирсове Пять лет Понимаете Денежка Кирсова Не попадалась Ну А я содержал её И она жила здесь И реально Находилась здесь Понимаете То есть Все эти моменты Они Заставляют Нас задуматься Что В этой Скажем так Реформе Должна быть Очень серьёзно Продумана Финансовая сторона Потому что Реформы Всегда валятся Или не работают Потому что Непонятно Кто За что И где Вот эти все моменты Очень важны Для Гаузии Почему Потому что Гаузия Штается Территорией Особым статусом С правом Проведения Собственной Реформы И очень Ревниво Относится В Кишинёве Когда Некоторые Населённые Пункты Приграничные Хотят Войти в Гаузию Добровольно Путём референдума Типа Это политический вопрос Подождите Вы Гаузию Считаете Территорию Молдовы Считаете Ну а что вы боитесь Чего вы боитесь Это Гаузия Должна бояться Что её будут Размывать Другие территории Но никак Не Это самое Вот поэтому Здесь Много моментов И смотрите Первое чтение И только сейчас Начали обсуждать Вопрос Мы об этом Говорим Много Последняя наша Передача Толкнула На некоторые Ещё Изменения Проведение Парламент В любом случае Придёт ко второму Чтению Рано или поздно Там своя процедура В конце июля будет второе чтение И мы будем иметь Кучу сюрпризов Непогготовленных Потому что Активность Я сегодня посмотрел в зале В таком случае Насколько торопиться Нужно нам Вот с вашими предложениями И начать обсуждать На местном уровне Сегодня в Гагаузии Не все примары Были на месте Их было очень мало Сегодня советника Я ни одного не увидел Сегодня я увидел Тараклийский район Я видел Бессарабский район И тоже Малое количество Которые пришли на обсуждение Чтобы не получилось Что обсуждение Первым чтением Этого закона Который принято Участвовали Особо активные Да А остальных Как бы это не интересует Типа Проводите вашу реформу Как хотите Меня это не интересует Есть ли Руководители То есть примары И советники Которые должны Принять решение И если они Не присутствовали То народа там не было И получается Что Этот процесс С сегодняшнего заседания Там да Это было Сделано Обсуждение Для обсуждения То есть Обсудили Потому что формально Нужно записать Не было объявлено о том Что будут еще обсуждения Не было сказано Буквально Позавчера Рассылка Некоторая была Я случайно нашел Честно говоря И подключился Как записался На этот На участие А так Я считаю Это надо было Чуть-чуть раньше Там недельку Две Поготовить Пригласить Примаров Советников Пригласить Индивидуально У всех есть списки И у ЦИКа есть списки В парламенте Их полным-полно Пожалуйста Если вы хотите Провести качественно Канцеляриям На территориях Есть представители канцелярии Дайте им поручения Не ограничивайте Один день Два Они не успеют Дайте 10 дней До обсуждения Тем более Июль в конце Будут принимать То есть есть Скромно там скажем Месяц Копейками Еще есть Можно было Организовать То есть это как Не то что упрек Но если мы хотим О качественном Рассмотрении Эти инициатив То в этом случае Должны присутствовать все Потому что реформу Нельзя делать Без участников Виталий Иванович Надо ли торопиться С обсуждением Ваших предложений И с кем вы уже Говорили на эту тему Какие мероприятия Будут организованы В скором времени Торопиться не нужно Ни с какими Решениями Не с решениями С обсуждением А вот обсуждать уже Я думаю что мы даже Опаздываем Мы опаздываем С обсуждением С собственной позиции По будущему Административно-тернаториальному Делению Хочу Заверить всех Что Это все равно будет С нами Или без нас Я уже отметил Что у нас Населенные пункты Вот назову Те которые Меньше чем Две тысячи Это Буджак 1660 Карбале 484 жителя Котовская 1006 жителя Русская киселия 766 Светлая 1696 Вместе с Аликсхеевкой И Феропонтьевка 950 Жителей 6 6 населенных пунктов 6 Примарий Потому что Населенных пунктов Больше Получается Эти населенные пункты Уже под угрозой Того что я говорил Финансирование Да Далее Некоторые могут сказать Ну не переживайте Мы будем за счет Регионального бюджета Перекрывать Да Но возникает тогда вопрос Если Мы опять Гагаузия Остаемся В стороне От Процессов Эффективного управления Вспоминайте Все реформы Правительства Когда 16 уменьшили До 9 И Количество министерств Да Количество министерств И Да Другой вопрос Что сегодня Это вернулось Опять на круги Своя И те же 16 Уже существуют Но На том этапе Я задавал вопрос И Общаясь С многими Жителями Общественными Деятелями Руководителями Общественных Организаций В том числе Активистами В селах Они все говорили А почему В Гагаузии Ничего не происходит У нас Управлений Начальников управления Членов исполковых Больше чем Членов правительства Возникает вопрос В 21 веке Живем Все Имеют Электронные гаджеты Все Сегодня имеют Электронную Коммуникацию Для чего Собирать всех На вот эти совещания Да Понятно что Пандемия 20 год Внес коллективы Мы увидели Два месяца Вообще никто Гагаузии Не руководил Не было ни заседаний Ни исполкома Ни народного собрания И оказалось Что нет трагедии И заседаний Советов Не было И так далее То есть Были какие-то заседания Там комиссии По черешайным ситуациям И то от них Решений От их Ничего не зависело Они просто дублировали Решения Центральной Комиссии Да И это как раз Ответ Тем Кто К нам возражает Говорит А как это мы будем Без органов власти А как вы В период пандемии Практически прожили Без органов власти Да Но все равно Органы власти Нужны Потому что Нужно решать Вопросы инфраструктуры Вопросы Социальной сферы И так далее То есть И согласно закону Определенный Набор компетенций Который Лежит в плоскости Ответственности Местных органов власти В лице Примаров И советников Да Но Дальше мириться С таким положением Дел Когда у нас Разобщенность 26 примарей У нас Районные структуры На которые мы Ежегодно тратим Десятки миллионов Лей на содержание Аппаратов Те люди Которые сегодня Работают в аппаратах Этих Районных администраций Они не должны Пережать за свое будущее Если это люди Которые Действительно Квалифицированные Специалисты Это люди Которые Имеют Достаточный Багаж знаний Опыта Прежде всего Они себя найдут В новых структурах Власти Потому что При пересмотре Структур Значит Создание Более укрупненных Органов власти Там Качественные Специалисты Найдут себе Значит Применение Более того Сегодня Чего уж тут говорить Как в органах Местного Получного управления Примарии Первого уровня Так и в органах Власти ОТОГа Гаузия Огромное количество Вакансий Это говорит о том Что неком заполнить Нет людей Поэтому Здесь Мы должны Понимать Что Это Решение Проведение Реформы Оно Найдет Отклик И в более Эффективном Использовании Денег Налогоплательщиков Нет Бюджета Башкана Бюджета Народного Собрания Или бюджета Примара Или советника Каким будет бюджет В таком случае Это средство Налогоплательщиков И мы должны Ответственно относиться Ведь мы Рассуждаем Когда в семье Мы же не ходим Не разбазариваем Деньги Направо и налево Мы думаем Как эффективно Утеплить дом Утеплить окна Заменить котел И так далее Чтобы уменьшить Расходы на энергоресурсы Как оптимизировать Расходы На продукты питания Какой-то холодильник Мы приобретаем Какой-то морозильник То есть Так же и в уровне Развития региона Когда мы Последовательно Пытаемся найти Ответы на То, как Эффективно Управлять этим регионом А вот управление Здесь как раз Лежит в плоскости И пересмотра структур Органа власти АТО ГАГАУЗИ И конечно Нужно признать Уже За 20 Какой 20 За 33 года Существования ГАГАУЗИ С момента 90-го года Как объявили Или же С 95-го года Это Значит 28 лет Нет Сколько у нас Да 29 29 лет В этом случае Мы должны Значит Понимать Что мы С вами Уже проходили Эти этапы Я вернусь К твоему первому Тезису Вот ГАГАУЗИ Аналога 90-95 год Период ГАГАУЗСКОЙ Республики Не было Такой примарии Как Буджак Отдельно Она входила В Камрад У нас Входила Бурлачены В ГАГАУЗСКОЙ Республику У нас Входила Чалык По итогу Референдума 5 марта 95-95 Бурлачены Бурлачены Не вошли Как я уже говорил Чалык Не вошел Но вошла Русская киселия Русская киселия Не входила В период 90-95 год В состав ГАГАУЗСКОЙ Республики Хотя ДЕФАКТО Русская киселия И киселия Мари То есть Молдавская киселия Они входили Когда-то В Камрадский район И они Продолжали Пользоваться Услугами Камрад Они Большинство жителей Как и садык Входил В Камрадский район Так как И Бараганы входили в Камрадский район, и Киет ходил в Камрадский район. Эти все населенные фрумушика, эти все населенные пункты молдавские входили когда-то в Камрадский район. Но когда начались процессы обертения государственности, они как-то отмежевались с точки зрения... Их попросили. Но вместе с тем они продолжали пользоваться большинством услуг. То есть на базар люди ездили сюда, транспортное сообщение было Камрад-Фумушика, Камрад-Киету. Виталий Иванович, если сейчас, изучив главы вот этих населенных пунктов, которые вы перечислили, не входящих сегодня в Гагаузию, изучат закон, который предлагает парламент, изучат ваши предложения, и если они захотят быть включенными в наши территориальные единицы, как поступить тогда? Есть ли варианты решения? Вот в этом как раз и вопрос. Нынешний, в первом чтении принятый закон, он запрещает это делать. Он запрещает. Но можем ли мы как-то повлиять на эту ситуацию здесь? Мы, объясняю, сегодня на встрече я задал этот вопрос и получил ответ простой. В принципе, я предвещал этого ответа. Не ожидал у другого. Да, не ожидал другого, да. Но тем не менее задали вопрос. Четко ясно, границы Гагаузии меняться не будут ни в увеличении, ни в уменьшении. Вот у вас есть согласно особому статусу этой границы, и нам не будет позволено никого присоединить. Случай даже, если они будут участвовать в общей реформе. Такое ощущение, что Гагаузия не участвует в общей реформе. Извините. Смотрите, предлагаемая нами концепция, это документ, который для обсуждения внутри Гагаузии. Но эти же зерна, эти же элементы, у нас нет депутатов Гагаузии в парламенте, но есть от Гагаузии. Но есть депутаты, которые от партии, но они все-таки как-то территориально или говорят иногда, что они представляют Гагаузию. И это депутаты-социалисты, которые не поддержали законопроект о добровольном объединении. Правильно. Но дело в том, что нужно понимать, что сегодня, если по таким вопросам не находить консенсуса, то у нынешней партии ПАС есть большинство в парламенте для того, чтобы принять подобный закон. Более того, они еще взаимодействуют с независимыми депутатами, и у них большинство. То есть в этом случае мы понимаем, что во втором чтении данный закон пройдет. Но где голос Гагаузии тогда на национальном уровне? Если вот тут как раз нужно сказать, да, я представитель партии, но, извините, я в том числе являюсь одновременно и представителем Гагаузии. И нужно высказать позицию Гагаузии. Смотрите, почему-то все считают, что Молдова после 95-го года выполнила все те обязательства. Но все забывают, что постановление, которое обязывало парламент господина премьер-министра Молдовы Сангели предпринять шаги, связанные с законодательством, его отменили через некоторый период. Они считают, что этого не нужно делать. Более того, не во всех населенных пунктах, где 50 и более процентов жителей Гагаузии, был проведен референдум. То есть фактически это положение, да, я отмечал, что ряд населенных пунктов, которые не вошли, там референдум был. Но вот есть такой населенный пункт, как Софиевка, который входит в коммуну Албата. Так если мы возьмем просто населенный пункт Софиевка и численный состав национальных гагаузов, проживающих в Софиевке, то на момент проведения референдума там было 93%. Но в Софиевке не был проведен референдум. Да, маленький населенный пункт Карабибер, который между Каушанским и Бессарабским районом расположен. Да, и само название Гагаузское. Там был проведен референдум. Но опять же, из-за того, что люди считали, что они очень далеко расположены от Камрата, от Гагаузии, там приходили, естественно, представители парламента Молдовы, говорили, вам это не нужно, вы не сможете нормально управлять. И так далее, как это происходило. Как это было и в Бурла-Чена, как это было и в Чалыке, прежде всего. С Чалыком очень интересная позиция. С первых дней, я говорил, с 90-го года Чалык должен был избрать депутата Верховный Совет Гагаузской Республики. Депутата не избрал. Де-факто они входили в Гагаузию. Когда был референдум, они, значит, там тоже интересно, значит, референдум не были признаны результаты. Было проведено повторно. Вопрос, почему такое происходит? Бессарабка, которая собрала подписи и предлагала войти в Гагаузию. Им на государственном уровне было запрещено. Мы вспоминаем события, которые были связаны с Твардицей и Валя Пержей, которые тоже хотели войти, но были возбуждены уголовные дела на членов инициативных групп. То есть, на самом деле, в Республике Молдова происходят очень интересные моменты. С одной стороны, мы на каком-то этапе хотим реализовывать благие дела, хотим эффективно использовать ресурсы, управлять страной, повысить эффективность. А с другой стороны, мы ищем препоны, как этому не сбыться. И вопрос, который поднимался, в том числе и вы, Степан Георгиевич, а вот что делать с теми населенными пунктами, у которых нет границы с другими населенными пунктами, как только с Гагаузией. Например, Валя Пержей. Украина и Гагаузия. Да, то есть, в этом случае, как быть? А Башкалия также? Карбалия. Карбалия также. То есть, у Башкалия, да, Башкалия тоже. Не, не, закрыто. Башкалия тоже, там Чокмайдан, и получается дальше, и как быть в этом случае, да? То есть, на самом деле, очень много вопросов, и в чем тогда добровольность? Не Карбалия, Кайроклия. Кайроклия, да, Кайроклия. Кайроклия, Башкалыя. В чем тогда добровольность этого процесса объединения? Да, то есть, как я сказал, добровольно-принудительно. Мы вот создаем такие правила, и вы только можете играть вот в этих правилах, а не как по-другому. А если жители населенного пункта все-таки считают по-другому? Ну, как влиять на эти процессы? И тут нужна поддержка депутатов. Тут нужно, здесь нужно, прежде всего, рассуждать, включиться как можно большее количество. И каждый, в этой реформе... Мы в этой передаче не успеем, у нас осталось пару минут. Я хотел завершить, сказать, во-первых, эта передача как первая. Я думаю, что ее должно быть и пять, и десять передач, для того, чтобы все высказали, все могли предложить какие-то варианты. Мы готовы участвовать и теми, которые не согласны с нами. Дискуссии, безусловно, согласны с вами. Да, должно быть много. Что основное должны мы точно сегодня сделать? Мы должны понять, что на этот год предусмотрено 250 миллионов на реформу. И если ни один населенный пункт в этом году не подаст на изменение своих границ и объединений, добровольные объединения, деньги уйдут в небытие. Имеете в виду ГГУские населенные пункты? Сейчас или в целом Молдова? Мы часть Молдовы, поэтому извините. Да, то есть мы рассматриваем вопрос эффективности управления плюс больше услуг за меньшие затраты. То есть надо, чтобы человек чувствовал себя в внимании к власти. А то у нас, получается, власть где-то там в стороне пилит бюджет, да, а народ как-то тоже в стороне. А формируем бюджет как-то так за счет людей. Люди формируют. И второй тезис, который я хотел бы акцентировать, внимание населения. Реформа необходима сегодня по одной простой причине. Все эти годы проводили реформу. Отдельно образование, отдельно прокуратура, отдельно МВД, отдельно. И ничего не состоялось и не работает. Я признаю это, не работает. Потому что нужно определить территориальность, внутри коммуникационность, то есть как она соединяется, полномочия, финансами закрепить. Не просто я вам даю возможность объединиться. Нет, дорогие мои, вы отдайте 60-70% бюджета центрального на территории. То есть вы должны дать власти, давая права, давать ему еще и деньги, чтобы он... И потом можно требовать. Это у нас как-то так интересно получается. У нас очень мало времени. Да, да. И завершу. Завершу. Нам нужно будет встретиться еще раз, потому что, сами понимаете. Я не хочу, чтобы школы и садики закрывали, а власти на территории оставляли. То есть, ребята, либо закрываются школы и садики, и вас надо гнать тогда эту власть, которая не способна управлять. Либо-либо мы должны быть достаточно внимательны к людям. Не надо забывать, что они не живут на другой планете, они живут с нами вместе, и власть, и люди. И вот, пожалуйста, объединяйте, решайте. При проведении, очень еще важная составляющая, при проведении этой реформы в Гагаузии мы преследуем в том числе вопрос децентрализации. Потому что я уже на протяжении последних 3-4 лет от примарского корпуса Гагаузии постоянно слышу, что региональные власти не хотят делиться полномочиями, региональные власти не дают денег, региональные власти имеют задолженность по трансфертам, региональные власти и так далее, и так далее. И это как раз в ключе решения вопроса раз и навсегда, в том числе внедрение принципов децентрализации. Когда мы определяем, что вместо 26 примарий у нас муниципалитеты, районных структур не будет. В этом случае мы какие-то полномочия, которые сегодня были у региональных властей или у районных структур, отдаем в эти муниципалитеты и отдаем одновременно финансы. Вопрос, для чего сегодня районные администрации администрируют художественные школы, спортивные школы и так далее. Есть примары, которые признают, что они дублируют работу в какой-то степени примарий, а районные администрации дублируют. Мы же тратим десятки миллионов. Бюджет, который администрируется тремя районными администрациями, сегодня 58 миллионов. А из этих 58, энное количество, если мне память не изменяет, около 13-14 миллионов тратится на аппарат содержания этих структур районных администраций. Поэтому эта реформа позволит решить и вопрос эффективного управления ресурсами, закрепление полномочиями, то, о чем сказал Степан Георгиевич, и интегрирование нашей политики в контексте Республики Молдова. Потому что мы не будем в хвосте, а мы можем задать тон. Благодарю вас, Виталий Иванович, и вас, Степан Георгиевич, за участие в нашей программе. Действительно много информации, разные предложения, они интересны. Я думаю, что еще встретимся в наших эфирах, и будут программы уже с участием представителей региональных властей, чтобы узнать их мнение в том числе. Почему? И местные власти тоже. И местные власти тоже в обязательном порядке. Благодарю всех за внимание. Всем всего доброго. И до скорых встреч в эфире ГАРТа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова